ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, уважаемые поклонники гиберспорта! В эфире очередной выпуск новостей. Сегодня в выпуске. Анонс шестого сезона SLTV Star Series по CSGO in faculty стали чемпионами весеннего сезона EPS Germany. Идра оправдал все предположения об этих и других новостях более подробно. Сегодня стартует крупнейшая лига по Counter-Strike Global Effective на территории СНГ SLTV Star Series 6. В самой престижной серии Star примут участие 16 сильнейших коллективов со всего мира. Им предстоит сыграть по разу с каждым соперником, по итогам которого 4 лучших коллектива получат путевку на июльский лан-финал в Киев-киброспорт-арене. Из всех участников 6 коллективов будут защищать СНГ-сообщество по CSGO, Virtus.pro, Natus.Vincer, ZNation, Kirchnet, DATIN и ELTZ. Какие шансы у этих коллективов, думаю, знают лишь сами игроки, так как дело отставки пока что рано, но и только игры будут показывать нам текущую форму ребят. Из списка команд также стоит выделить итальянскую команду C-Play, которая будет дебютировать в 6 сезоне и будет очень интересно посмотреть на выступления этого коллектива. Что касается предварительных фаворитов 6 сезона, то конечно же стоит выделить 4 команды Natus.Vincer, Virtus.pro, NIP и ESC Gaming. Однако недавние результаты показывают, что не все команды в конце сезона смогут указаться под прицелами камер на лан-финалах. Коль не завершились лан-финалы весеннего сезона EPS Germany, завершились, надо сказать, довольно неожиданно. Победитель и вице-победитель регулярного сезона, соответственно, Team Alternate и MoSports, проиграв свои полуфинальные матчи, вынуждены были разыгрывать между собой комплекты медалей бронзового оттенка. В финале же зрители наблюдали за противостоянием пары N-Faculty и DotPixels. В N-Faculty свой последний турнир и матч в команде проводили ESMO и QKMandis. Уже известно, что сладкая парочка продолжит карьеру в TCM Gaming, и многие в этой связи полагали, что игроки финальный отрезок чемпионата проведут расслабленно спустя рукава. Однако нет, парни отработали с честью и профессионализмом, сыграв основную роль в успехе N-Faculty. Первое место в весеннем сезоне – это просто отличный результат. Признаться честно, не так часто мы можем наблюдать подобные выступления от игроков, которые проводят свои последние матчи и переходят в другие команды. Мы хотим пожелать удачи как игрокам, так и самой организации N-Faculty. И еще раз поздравляем с первым местом, ребят! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сразу же после ухода Кенни заявил, что получил несколько интересных предложений, но не спешит с выбором будущей команды, и скорее всего это займет несколько недель. Однако Кенни смог сделать выбор спустя буквально несколько дней. В LDLC.com Кенни займет место Атлантиса, который выступал за команду с января месяца этого года. Так называемое межсезонье в киверспортивном сообществе идет полным ходом, составы продолжают укомплектовываться, и совсем скоро с новыми силами команды пойдут в бой в мировых турнирах. Посмотрим, насколько продуктивно будут игры команды LDLC с новым игроком высочайшего уровня игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши предположения касательно будущего Идры, который совсем недавно покинул ряды организаций Evil Genius, полностью оправдались. Мы говорили, что дальнейшее светлое будущее игрока в киберспорте очень туманно, и спустя буквально несколько дней Идра объявляет о завершении профессиональной карьеры игрока. Своё заявление Идра подкрепил тем, что подобное решение он хотел принять ещё в прошлом году, и есть, что якобы сам игрок уже давно не получает никакого удовольствия от игры и выступлений на турнирах. Сейчас Идра планирует сосредоточиться на стримах, комментировании матчей, съёмках и другой схожей деятельности. При этом завершение карьеры никак не связано с отчислением из ЕГЭ. Конечно, можно предположить, что сам игрок немного лукавит, однако результата это не меняет. Киберспортивное сообщество лишилось профессионального и очень амбициозного игрока в StarCraft 2. В датском КС, похоже, пришло время для смены власти. Вестернбург больше не в топе. Их место заняли другие волки в комьюнити, известной как Копенгагенхе. За три дня эта команда дважды обыграла вестернов. Вслед за гейминг ДК Лиг состоялась победа и на The Blast номер 5 в полуфинале Венеров. Пятёрка Глейв и Ника была разгромлена на Денюк с отсчётом 16-4, а на ДДАС-2 уже не смогла вернуться в игру с 16-14. Вестернбург всеми силами пытались пробраться в суперфинал, но были остановлены командой Фнатик. Чёрно-оранжевые взяли убедительный реванш за поражение в рамках гейминг ДК Лиг, разгромив соперника со счётом 16-5. Полуфинал выдался на славу с лихо заключенным сюжетом и выявлением победителя по итогам дополнительных раундов. Капитгаген Вулс взяли своё победу с счётом 19-16, позволило им сделать дуплет и это с новым составом. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий в мире киберспорта. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!